Дмитрий, добрый день. Да, добрый. Это вас беспокоит из Харси 97. Ага. Очень бы хотели взять у вас интервью, если можно, если у вас есть такое время. Сейчас я просто иду по проспекту, отойду немножко в сторону, чтобы шум машин не такой сильный был. Да, спасибо большое. Класс. Вам перезвоните ли вы сейчас? Не-не-не, я уже вот сейчас захожу во двор. Тут тихо, все. Да, без проблем. Чтобы вас слышно было хорошо. Давайте. В общем, Орша это такой белорусский город с характерным букетом проблем для восточной части страны. Я имею в виду, например, массовый выезд рабочих за пределы страны, воздействие российской пропаганды той же. Вот вообще, что сейчас происходит в Орше, в районе? Вот может быть, что-то изменилось? Что сейчас волнует людей? Какие настроения? Могли бы вы нам, пожалуйста, рассказать? Да, конечно, мог. Я вот делал пикеты, семь пикетов уже отстоял там, обходил квартиры тоже порядка, может быть, ну тысячи квартир обошел, но из них открыла где-то, может быть, половина или треть. Остальные закрыты. То есть, как бы, тоже показатель, с одной стороны, что люди на работе, на даче, это понятно. Но кто-то, например, выехал, кого-то нет, кто-то в России. Много человек открывали, они говорили, что они не прописаны в другом месте. Там не граждане, несколько человек открыло. Один россиянин был, он сказал, что я подпись поставил, но я же не гражданин. Потом всякое такое. А проблемы, что сказать? Власть, как бы, эти проблемы, естественно, видит. Лукашенко все докладывает. Поэтому разговоры о том, что он там ничего не знает, добрый царь такой, слепой ерошка, а это все хигня. Он о всем знает, потому что предпринимаются такие, ну, формальные потуги как-то все здесь изменить. То есть, вот это все руины и пепел, вот пафосные эти всякие вещи. То есть, он знает и пытается как-то хотя бы с помощью пропаганды нивелировать вот те факторы, которые здесь действуют. Но на самом деле это все, конечно, ерунда. Вот я вчера только встречался с руководителями там циркового коллектива, ну, женщины-преподаватели. Они мне показывали и расчетные. Я могу вам скинуть фотографию потом, если надо. Там 254 рубля зарплата чистыми. Обалдеть. Да, это люди столько получают, и они боятся потерять зарплаты такие. То есть, ну, это нормально. 350 рублей – это нормальная зарплата здесь. Если получаешь, то как бы, ну, повезло. Потому что там дворники разные, 300. Кто-то и 500 получает, но это кому повезло очень сильно. Поэтому, да, есть очень серьезные проблемы. Инфраструктура, то есть, в ненадлежащем состоянии. Например, вот проблема с Крапивинским мостом, которую мы начали поднимать еще в конце февраля. Ее пытаются решить только сейчас, после того, как пошел массовый шум в СМИ. В том числе и Харти об этом написала. Об этом написали все, даже до Советской Белоруссии дошло. Вот они сейчас написали последними. Типа, свое расследование провели, действительно ли мост опасен. И пришли к выводу, что, ну, не очень-то опасен, но как бы проблему признали. Но сказали, что да, там диванные эксперты оппозиционные, они там все слишком преувеличили, из мухи слона раздули. Но мы, конечно, будем все делать. Уже в план включено на 2022 год. А председатель говорит, что на следующий год, в общем, хрен там разберется, что. Но перила поменяли сейчас, потому что самая страшная вещь, там не проезжая часть, даже не тротуар, а именно перила. Они просто прогнили капитально металлические перила моста. Их заменили сейчас, потому что выборы идут, и это очень как бы некрасиво. Оппозиция может просто приглашать всех туда прогуляться по этому мосту и просто фотографируй, снимай видео. Вот наглядный пример того, как здесь все хорошо, как из руины пепла подняли. Им надо это бельмо устранить. Да, вот, кстати, как раз вы заговорили про руины и пепел. Вот Лукашенко же подписывал какую-то специальную даже программу для поднятия Орши. Вот есть ли какой-то эффект вообще? Что об этом говорят люди? Что думаете лично вы? Об этом лучше спросить людей, которые крутятся в сфере предпринимательства, либо чиновников, потому что я полностью компетентно здесь ответ дать не смогу. Но что я могу сказать я? Формально на бумаге действительно увеличилось значительно количество ИП и юридических лиц здесь. Тут создан так называемый инкубатор малого бизнеса. То есть такое здание в таком неоклассическом стиле, знаете, с колоннами, лепниной такой в виде колонн, с советским гербом большим, лепниной сделанным. И такая табличка висит «Инкубатор малого бизнеса». То есть вот это вот вся Беларусь вот в этом. Как он работает, я не знаю. Они помогают там, предоставляют какую-то юридическую помощь, помогают там помещения на льготных условиях найти, что-то такое. И вот типа этот инкубатор помогает. Но в реальности я не вижу, чтобы резко рынок там переполнился новыми торговцами или там сильно много магазинов стало. На остановках шурмятни открыли. Как бы да, я вижу, что бизнес процветает у нас. Потому что эти ларьки раньше стояли с кризиса 2008 года. Они закрытые были, разорились. И вот они стояли долго пустыми. А сейчас там почти везде шурмятни появились. И как бы вот это единственный, пожалуй, прогресс, который я вижу реально вот своими глазами. Тут лучше спросить специалиста, который консультирует ИП, либо сам там этим занимается давно. Он может рассказать реально вот насколько законы стали лучше или нет. Потому что говорят, что здесь особые какие-то налоговые условия сделали в этом районе. Тогда ладно. Перейдем к тому, с чем вы столкнулись конкретно. Вы говорите, что провели уже там около семи пикетов, да? Да. Может, это интересно. Главное... Предходим вам этих пикетов. Такое человечество. На самом деле об этом можно рассказывать долго, потому что пикеты были длинные. Там по четыре часа первые пикеты были. Так что рассказать можно много. Но если сказать в целом, одно из главных вот качеств, это безразличие. Большинство людей, когда я вел стримы, кстати, со всех пикетов, у меня есть полные трансляции. И все истории можно при желании найти и посмотреть. Вот. Значит, главное безразличие. То есть некоторые люди подходят, читают биографию и уходят. Некоторые начинают спрашивать. А вот что это за кандидат? А вот какой он? А вот что он обещает такое? Но большинство просто опускают голову вниз и идут, делают вид, что ничего не замечают. То есть люди не верят в перемены. И часто, когда разговаривают, что ну надо там что-то делать. Одни говорят, ну да, молодым надо дорогу давать, там старых этих пердунов убирать. Другие говорят, что вы ничего как бы не сделаете. Но большинство говорит, что ничего изменить нельзя. Как бы, ну апатия безразличия. Это очень сильно характеризует ситуацию в регионе. Можно говорить сколько угодно об успешности там бизнеса и все остальное. Но если люди апатичные и они ни во что не верят, то это как бы о чем-то это говорит. Кто все-таки к вам подходит на пикетах? Вот кто все-таки... А что говорят вот эти простые люди, которые все-таки там обращают внимание на ваш пикет, интересуются? Ну говорят разные. Подходили, подходили оппозиционеры. То есть люди, которые говорят, что вот увидели флаги или там прочитали где-то на каком-то СМИ, там на местном Оршайеу или там на Харти и подошли, чтобы лично посмотреть, там руку пожать такое. Несколько человек таких было, но это мало. Некоторые говорят, что просто вы против власти оппозиционной, ну давайте мы подпись поставим, потому что власть не любит. Другие наоборот говорят, как можно против власти идти? Власть надо уважать, там любить такое. То есть разные люди есть. Причем возраст тоже разный. В основном, конечно, если сделать портрет, обрисовать среднего человека, который подписи ставит, это человек среднего возраста, где-то 35-55 лет. Сильно пенсионеры, они не отличаются уже большим желанием и энтузиазмом, и молодые тоже очень редко. Пенсионеры могут механически, машинально ставить. Ты им приходишь, вот когда по квартирам и говоришь, сбор подписей, они такие, где надо тут поставить? То есть уже советская закалка. Надо, значит все, ставим. Это приказ. Понимаю. Тогда к вам еще такой вопрос. Вы являетесь, можно сказать, таким известным видеоблогером, ведете свой блог. Почему же вы решили все-таки принять участие в парламентской кампании? Вот почему, на ваш взгляд, это важно? Ну, на самом деле, я уже в первом интервью говорил, но сейчас дополню. Потому что, во-первых, я как видеоблогер вижу, что много людей подписано, но в основном из регионов, то есть Соржа не так уж много. Хотя меня говорят, что я аршанский блогер, но я только номинально аршанский, у меня больше подписчиков активных по всей стране. Аршанские тоже есть определенная группа, но это далеко не половина, там и не две трети, и даже не треть. Поэтому, конечно, увеличить число сторонников здесь. То есть пропаганда демократических идей на своем примере. То есть есть категория людей, вы знаете, которые не пользуются интернетом, либо смотрят только развлечения какие-то. То есть они никогда не зайдут на политический блог и не увидят, в принципе, что ты там будешь им рассказывать и показывать. Они могут даже там ни картию никакую, ни белсат, ни знать, ни читать, ну либо только слышали. Их можно заагитировать только лично, когда вот они возвращаются с работы, там откуда-то их встретить и им сказать. Это привлечение людей для того, чтобы достучаться, скажем, до каждого. Плюс еще к тому же показать на своем примере, что нужно верить как бы в перемены. Когда люди видят, что человек стоит несколько часов, они даже не понимают, как бы сомневаясь, у них возникает тоже такое сомнение. Ну раз он стоит, значит, тут что-то же можно сделать, во что-то же он верит. Для чего-то он делает это все. То есть мотивировать как-то людей, привлечь сторонников, сделать какие-то информационные поводы, просто для себя набраться опыта. Это моя первая компания. Я не знал, как там подписи собирать профессионально, это все делать, как пикеты проходят. Социологически тоже здесь момент важен, кроме опыта еще, потому что понять для себя реально на примере простых людей, кто как думает. Сколько пророссийских, сколько прозападных, какое отношение. То есть тут много очень аспектов. Мы от всей редакции Харки желаем удачи, конечно же. Спасибо. А я сейчас, кстати, нахожусь сегодня в Минске. Я обхожу пикеты европейской Беларуси. Вот сделал коротенький стрим пикета возле ГУМа, где стоит Василий Жоров. Сейчас направляюсь в сторону СУМа, там сделаю стрим. То есть сегодня я обхожу друзей. Сегодня не мой день. Так, вам еще вопрос такой. Как люди реагируют на национальную символику, символ ЕС на ваших пикетах? Ну, у меня символ ЕС нет. Я не член европейской Беларуси. У меня символ БНК, ну вот красное это знамя, и ПЧП флаг с погоней. Большинство реагирует нормально. Ну, то есть те, кто проходит, они вообще никак реакцию свою не показывают. Но большинство реагирует адекватно. То есть такого, чтобы кто-то там напал и сказал фашист, сорви вот эту тряпку, там что-нибудь такое. Такого не было. Пару случаев было, что ватники имперцы подходили, но это редко. В большинстве своем адекватно. Никто, то есть, не пытался устроить драку, какую-то такую жесткую провокацию. Такого пока не было. Класс. Это хорошие новости. Не зорше. Да, некоторые позитивно оценивали. Несколько человек пытались переубедить, говорили, а вы знаете, что это за флаг такой? Вот тут было еврейское кето и прочее. Я говорю, в России висит триколор, который власовцы использовали. Но ни у кого ничего не пересохло от этого. А вот хорошо, тогда закончим таким позитивом, может быть добавим бодрости чуть-чуть. И что бы все-таки пожелали белорусам вот сейчас в сегодняшней ситуации политической? Что бы вы пожелали? Верить в себя, не сдаваться. Мы белорусы, великая нация, мы достойны большего, чем мы сейчас заслуживаем. Не прозябать где-то там на дне под пятой у диктатора, а быть полноценным европейским народом, провести реформы и стать нормальной, успешной страной, а не варварской какой-то страной третьего мира, которую нас превратили. Класс, Дмитрий, спасибо вам огромное за интервью, очень классно было вас послушать, узнать ваше мнение. Желаем вам удачи и надеюсь, что будем с вами в ВКонтакте и будем вам звонить. Спасибо вам, тоже удачи, да. До свидания. Супер, до свидания, всего хорошего.